Я вот там увидите свет и там будет мероприятие, которое называется музыкальная мельница. Ира, скажи честно, ты организатор? Ну, в общем, да. Что это за мельница? Это такое, я даже не знаю, мы любим музыку и мы хотим поделиться своей любовью к музыке. Это самодеятельность какая-то? Нет, выступают у нас только профессиональные музыканты. А мы сами понимаем, любители музыки. Вот мы находимся в помещении в музыкальной школе. Называется Albeone School of Music. Мы тут сидим, тут, наверное, какие-то люди связанные со школой, но вот мы здесь первый раз выступаем. Спасибо вам огромное, что вы пришли. И начать новый сезон мы решили с чего-то такого необычного. Необычного больше для нас. Мы делали больше такие музыкальные, чисто вечера. А сейчас мы хотим попробовать сделать музыкально-поэтическую композицию. Потому что, в принципе, музыка с поэзией очень близки. Александр Герцевич, еврейский музыкант, он шуберта наверчивал, как чистый бриллиант. И в сласть с утра до вечера, заученную в хруст, одну сонату вечную играл он наизусть. Играет музыкант, он шуберта наверчивал, как чистый бриллиант. Два первых ряда отделяли ленты для свиты, для ремош, для короля. Лениво пререкались инструменты, за первой скрипкой повторяя ля. Настраивались нехотя и хитро, друг друга зная издавна дает. Поскрипывали старые пюпитры, на плечи принимая груды нот. Субтитры создавал DimaTorzok Я люблю эти дни, когда замысел весь уже ясен и тема угадана. А потом все быстрее и быстрее, подчиняясь ключу, как в прощальной симфонии, ближе к финалу. Ты помнишь, у Гайвы, музыкант, доиграв свою партию, гасит свечу и уходит. Всю жизнь любить, любить одну, и вслушиваться в тишину, и слышать слова и признания, и следы не хотим. Родной, ну не признать судьбу иной, жить жизнь от жизни отрезай. Родной, ну не признать судьбу иной, жить жизнь отрезай. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка